Омская область Ольга Широченкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, прежде чем мы перейдем к главной теме, я бы хотел такой момент уточнить. Когда и как вообще человек может заявить, что все, я банкрот, уважаемые кредиторы, простите, но я не буду вам плачивать свои долги? Ну, если человек, физическое лицо, имеет достаточный доход, имущество, но не хочет по каким-то причинам погашать имеющиеся долговые обязательства, это не банкротство. Вот в этом случае заявить о банкротстве нельзя. Мы четко должны понимать, что все физические лица, что если расходы превалируют над доходами, и создалась такая критическая жизненная ситуация, может быть, это увольнение, болезнь, инвалидность получения, оформления, смерть близких. Это сложная житейская ситуация, и когда расходы превалируют над доходами, вот в данном случае при определенных обстоятельствах можно сказать, я банкрот. Что же это за ситуация? Ну, конечно же, это размер вот этого превалирования или размер долговых обязательств. У нас существует на настоящий момент два вида способов заявить о банкротстве. Это упрощенный способ, который введен в действие в 2020 году. И стандартный судебный способ. Но начну, наверное, все-таки с упрощенного. Это подача заявления через МФЦ. Это многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Она упрощена, достаточно упрощена. Не нужно не платить государственную пошлину, что немаловажно. И можно самостоятельно подать весь комплект, пакет документов в любой МФЦ. Но для этого нужно иметь сумму долга от 50 до 500 тысяч рублей. Это нужно иметь оконченное исполнительное производство и подтверждение судебного пристава, что имущества недостаточно для погашения. И не иметь иных исполнительных производств, а также открытого банкротства в арбитражном суде. Вот это достаточно для того, чтобы подать пакет документов. Пакет документов достаточно тоже прост. Это заявление, это копия паспорта, это доверенность, если все-таки физическое лицо действует через представителя, и копия его паспорта, а также реестр непогашенных требований кредиторов. Важный момент. Если заявление будет возвращено из-за каких-либо ошибок, недостаточно оформлены правильно документы или неполный комплект, повторно подать заявление можно исключительно после месяца. Вкратце, наверное, это упрощенная процедура, но есть стандартная процедура, которая готовится через арбитражный суд. Это, конечно, естественно, размер более 500 тысяч, и подается такой достаточно сложный пакет документов с заявлением, установленного образца в полном комплекте, чтобы были доказательства, для суда уже формируются и предоставляются. И именно вот эта сложность дает необходимость, наверное, людям обращаться к юристам, которые помогают и сопровождают до назначения финансового управляющего в процедуру банкротства, ведут физическое лицо по всей вот этой достаточно сложной и по периоду долгой процедуре. Ну, как я уже сказала, сумма это от 500 тысяч рублей. Ну, вот, наверное, это все вкратце отличие. Я вот о чем подумал. С одной стороны, ну, вроде все объяснимо, но с другой стороны, есть ли какие-то ограничения по срокам, скажем так, по количеству банкротств возможных? Потому что так ведь, особенно по упрощенной схеме, можно чуть ли не каждый год искать себе поводы, чтобы вновь избавляться от долгов кредиторов. Нет, это не так. Значит, физическое лицо может подать на банкротство. Вообще, нигде законом не ограничено. Вот это периодика. Но не стоит забывать нормы закона о банкротстве. Это федеральный закон, который регламентирован, регламентирует всю процедуру банкротства и юридических лиц, и физических лиц, да, которые действуют у нас с 2002 года в нескольких редакциях. Но достаточно детально вот регламентируют все вот эти процедуры. И именно норма вот этого закона, оно предусматривает, что суд не станет рассматривать обращение, если оно будет подано ранее пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества в ходе банкротства, либо прекращение производства по делу о банкротству в ходе процедуры реализации имущества. Вот это, наверное, два условия, когда суд не приступит к рассмотрению поданного заявления, можете подавать хоть сто раз, хоть раз в полгода. Ну и еще внесли изменения, если мы говорим о процедуре в арбитражном суде, это пять лет, то упрощенная процедура, это не чаще раз в десять лет. А вот сама процедура банкротства, да, в каждом из случаев сколько может примерно длиться, времени занимать? Опять-таки два вида, да, развитие событий. Процедура рассмотрения обращений, заявлений, поданных через МФЦ, это строго регламентировано шесть месяцев. То есть подали, и рассматривается уже вне зависимости от вас, идет рассмотрение компетентными органами. Что касается судебного рассмотрения, здесь несколько сложнее. То есть вот в общем предусмотренном порядке, если все идеально проходит, если собираются все действия, осуществляются в срок, в полном объеме, ну, скажем так, в районе трех месяцев, но такого бывает редко. Да, как правило, в суд заходят сложные банкротства физических лиц. Это когда нет имущества, когда идет поиск имущества, да, когда вот осуществляется ряд действий, которые предпринимаются финансовым управляющим в ходе процедуры. И в данном случае речь может идти, ну, скажем так, о семи-восьми месяцах. А процедура, это затратная вообще по деньгам? Или здесь тоже может быть два варианта развития событий? Два варианта развития событий. Упрощенный вариант, это вообще бесплатная процедура. То есть это, как мы говорили, даже пошлина нет? Даже госпошлина не оплачивается. Что касается процедуры в арбитражном суде, здесь уже, конечно, вот официальная сумма, которая вот самая первая выходит, это 300 рублей госпошлина за подачу заявления при обращении в арбитражный суд. И 25 тысяч вносятся на депозит суда. Это оплата размещения работ финансового управляющего. Ну, что здесь у нас подводные какие камни? Естественно, арбитражный управляющий, будучи финансовым, назначенным финансовым управляющим, несет определенные затраты, соблюдая все нормы, которые предусмотрены 127-м федеральным законом. Этим законом о банкротстве. Естественно, много очень информации, которая подлежит размещению для всеобщего обозрения, для всеобщего пользования, для всеобщего информирования. Это очень тщательная и очень такая детальная проработка и размещение всей информации в ЕФРСБ, в коммерсанте. Это официальное издание, где финансовый управляющий размещает всю информацию, связанную с процедурой банкротства. И вот здесь вот как раз у нас выходят дополнительные суммы. Это стоимость за размещение. Квадратный сантиметр, поток информации. Вот формируются еще несколько другие суммы. И вот как я ранее говорила, что еще может всплывать сумма. Когда идет подготовка документов, просто физическое лицо, достаточно трудно ориентироваться в юридическом поле. И тогда прибегают к услугам юристов, которые также небесплатные и берут определенные тарифы. Они, в принципе, установлены, общедоступны для того, чтобы покрыть, скажем так, услуги юристов. Ну, тем не менее, если позволить такую ремарку, получается все-таки выгоднее следить за своими финансами, чем пытаться избавиться от долгов. Однозначно. А, предположим, такую ситуацию достаточно сложную. Вот у человека осталось одно жилье и куча долгов. Да, например, одна квартира, может быть, один дом. Могут ли его забрать за долги? Если она находится в залоге и является единственным жильем, то ни в исполнительном производстве, ни в процедуре банкротства это жилье неприкасаемо. Но в течение 2021-2022 года уже появилась судебная практика, по которой встал вопрос об, скажем, насколько это жилье соответствует нормам проживания. То есть, если у нас квартира на двух человек 200 квадратов, вот у нас уже встает вопрос. Но, в первую очередь, у финансового управляющего, что встает вопрос о реализации столь масштабного жилья и приобретения более скромного и нужного. И вот как раз та сумма, разница между продаваемым и покупаемым тоже может пойти на реализацию погашения долгов. А если что-то еще после этого остается, гражданин эти деньги получает? Конечно. Интересно узнать про последствия, потому что, скажем так, приходилось с разными людьми общаться, и у некоторых банкротство считается, ну, таким средством спасения. Да, и в последствиях люди задумываются редко. Чем банкротство грозит человеку? Ну, начнем с того, что сама процедура, когда начинается процедура банкротства физического лица, она идет в некоторых ограничениях. То есть, человек перестает пользоваться по своему распоряжению денежными средствами, счетами, да, и имуществом. Это все переходит, скажем так, под юрисдикцию финансового управляющего, который назначается судом. Что еще? Ну, это также зарплата, это также пенсия, то есть, это все переходит к финансовому управляющему, который управляет всеми доходами, которые, скажем, стекаются в одну точку. Второе, конечно, это, ну, я не говорю об испорченной репутации, я не говорю, да, об испорченной, возможно, кредитной какой-то истории, которая потом может как-то аукнуться. Кроме того, на протяжении трех лет физическое лицо, которое прошло процедуру банкротства, не вправе занимать руководящие должности. А, например, коммерцией заниматься? А, коммерцией заниматься можно, это нету запрета. Он может быть учредителем какого-то вновь созданного юридического лица, но быть директором этого лица или входить в какой-то исполнительный орган этого юридического лица, это запрет. А за финансовым управляющим тоже есть какой-то надзор, какой-то контроль? Конечно, финансовый управляющий, поскольку финансовый управляющий, он же идет в назначении, он становится таковым, когда идет уже назначение арбитражным судом его в процедуру. До этого это арбитражный управляющий, который в обязательном порядке в силу закона является членом какого-то обязательно СРО. Это саморегулируемая организация арбитражных управляющих. Именно эта организация в процессе банкротства назначает того или иного арбитражного управляющего в процедуру. И поэтому самый важный контроль, самый эффективный контроль, это подача жалобы, обращения, заявления в то СРО, членом которой является арбитражный управляющий, который назначен в процедуру банкротства. При разборе поступившего обращения СРО принимает решение, либо соглашается с теми доводами, которые изложены в обращении, либо в жалобе, либо разъясняет, что что-то принято, наверное, или толкованно нормой какая-то, немножечко, может быть, вольно. Но если же все-таки подтверждены те доводы, которые в жалобе физическое лицо или кредиторы излагают, то СРО принимает решение о применении дисциплинарной ответственности. Вот по поводу ответственности. А суд ведь тоже может наказать управляющих, если вдруг выяснит, что тут нарушил закон? Конечно, конечно. И вот как раз в данном случае это одно из направлений деятельности управления Росреестра, как территориального органа Росреестра, в компетенцию которого в силу и 127-го закона, это закон о банкротстве, и в силу Кодекса об административных правонарушениях, позволено, наделено полномочиями управления возбуждать административные производства и проводить административные расследования, результатом которого становится протокол, в котором фиксируются все нарушения, которые выявляются должностными лицами управления в процедуре в этой. И заявление вместе с этим протоколом направляется в арбитражный суд по результатам рассмотрения этих документов. Суд выносит судебный акт о привлечении, либо отказе в привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего, допустившего данные нарушения. Это статья 14.13, которая предусматривает, если это однократные нарушения, если это первичные нарушения, наказание в виде предупреждения. Далее идет штрафная санкция, это штраф в размере от 25 до 50 тысяч. Ну и крайняя уже, скажем так, мера ответственности, предусмотренная КАПом, кодексом об административных правонарушениях, это пункт 3.1, это дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года. Давайте тогда на основе ваших данных мы поговорим о том, собственно, какие нарушения чаще всего случаются. Ну, в результате анализа, то есть управление методично, стабильно, на плановой основе, ежеквартально проводит анализ всей нашей работы, результатов. Это, конечно же, результаты судебной практики, то есть результаты рассмотрения судом всех заявлений, подаваемых управлением в рамках предоставленных полномочий. И, как правило, это нарушение носит формальный характер, поскольку федеральный закон содержит много установленных сроков, и соблюдение которых вменено в обязанность арбитражного управляющего. И вот, как правило, нарушение вот этих установленных сроков является основанием для привлечения арбитражных управляющих к ответственности. Ну, и, конечно же, если мы проводим административное расследование, то, конечно, и выявляем иные, которые, допустим, нарушение срока предоставления какой-то информации по запросу суда, это тоже является нарушением. Предоставление финансовых отчетов или непредоставление их вообще, это также является достаточно серьезным нарушением, которое также входит в меру ответственности арбитражного управляющего. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. А я напомню, мы беседовали с заместителем руководителя управления Росреестра по Омской области Ольгой Широченковой. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания.